Здравствуйте, драгоценные мои друзья! Ну что же, Госдума отклонила законы, позволяющие усыплять, то бишь убивать собак. Это хорошо. Вот уж, друзья мои, в конце концов, всегда я с неприязнью, мягко говоря, с неприязнью отношусь к Госдуме и их законам. И, конечно, закон о животных, который недавно был принят, он тоже как бы закон живодерский. Но, во всяком случае, убивать просто так собак запретили. Ну, их и так убивают, убивают без закона. Но, во всяком случае, по закону, вот это вот узаконенное убийство пока отклонено. Депутаты отклонили законопроекты об эвтаназии бродячих животных. А эти законопроекты вносились в Госдуму некоторыми краевыми парламентами. Охота на собак, которые живут вне городов и сел, будет по-прежнему запрещена, как и усыпление здоровых животных, которых не забрали из приютов. Госдума отклонила законопроекты, касающиеся умерщвления бродячих собак 26 сентября. Вот это молодцы. Действительно, хоть какие-то там люди, наверное, еще все-таки у них есть совесть. Не совсем они ее, не совсем, я не знаю, что с ней, пропили, прожрали. Значит, один из законопроектов, внесенный в Госдуму Курлтайм Республики Башкортостан, предполагал регулировать численность бродячих животных, находящихся за чертой городов и сел, с законом о животном мире, то есть стрелять. Позволил бы охотиться на бродячих собак. Значит, другой законопроект Алтайское краевое законодательное собрание. Я бы к этим наименованием прибавил еще Живодерское, да, вот, и вот этот вот Курлтай Республики Башкортостан, Живодерский Курлтай. И вот этот вот Госдума Алтайское краевое законодательное собрание, Алтайское краевое законодательное собрание Живодеров. Вот это я бы прибавил, да, вот прямо так, золотыми буквами туда. Депутаты предложили расширить список случаев, когда можно умерщвлять животных, находящихся в приютах. А это значит просто убивать всех подряд. Сейчас это возможно, если надо прекратить мучения собаки или кошки, страдающие неизлечимой болезнью или получившие смертельную травму. По законопроекту усыпить можно было и четвернодогого, которого не забрали из приюта в течение полугода, который проявил немотивированную агрессию в отношении других животных или человека. Этот факт должен быть установить ветеринар вместе с кинологом и зоопсихологом. Кроме того, можно было умерщить собаку в состоянии крайней необходимости при защите, но это понятно. В общем-то, вот эти законы, когда без всякого закона, то есть по прихоти любого человека можно было любое животное убить, усыпить, так называемое мягкое слово усыпить, ну, во всяком случае, отклонены. Станет ли менее живодерским законодательство? Ну, я надеюсь, что хотя бы закон будет более справедлив. То, что там в законе, ну, где-то может быть чипированность собак, где-то запрет самовыгула собак, это, возможно, даже благоприятно, чтобы люди более ответственно относились к своим питомцам, не выбрасывали их на улицу и, естественно, не выпускали просто так вот где-то болтаться по улицам, потому что это тоже приводит и к проблемам, и травмам, и действительно к каким-то нападениям на людей, и травмам для собак. Ну, драгоценные мои друзья, во всяком случае, будем надеяться, что законодательство все-таки станет более гуманным. Не только к собакам, но и к другим животным, и к людям тоже, потому что гуманизма в последнее время не хватает. Все, драгоценные, пока, счастливо.